Сергей, сразу такой вопрос про семью, мы разговариваем сегодня, потому что в любом случае наша церковь, это ваша семья в первую очередь, и давай будем честными, люди в основном-то в своем пошли за вами 20 лет назад, ну так, по чесноку если разобраться, что для тебя семья, если бы, допустим, чисто гипотетически это была бы не Маргарита Рябом, все бы по-другому было или нет, как думаешь, или ты не допускаешь вообще даже в ту сторону? Ну, вообще, конечно, я в ту сторону не допускаю, но вообще даже не рассматриваю, потому что, знаешь, как говорят, вино со временем, оно только крепчает, и то же самое, такое выражение, и что тут про семью, про любовь, про отношения, если их правильно выдерживать, если их правильно строить, и я даже не могу себе представить, конечно, уже прожив, сколько уже, 25 лет, но я даже не могу себе представить, что мы можем, не 25, 22, да, простите, вот, не могу себе даже представить, что вот вместо на месте Риты была бы какая-то другая девушка, ну, не могу, вот даже не представляю, что бы могло быть, как бы это все выглядело. Я, наоборот, очень со временем все больше и больше осознаешь, как мне, например, повезло, да, что именно вот с Ритой Бог нас связал, и даже вот смотря на детей сейчас, какие они, да, с каждой, Маша, она такая, ну, со своим каким-то характером, Илья со своим, и вот я понимаю, что это, ну, не просто вот они сами по себе такими стали, а что это продолжение нас в чем-то. Ириточка, 22 года вашей семьи, такое радостное событие, и 20 лет нашей церкви. Каково это совмещать, вести церковь и созидать семью, созидать церковь и созидать семью? Как это вообще, возможно ли? Ну, глядя на вас, возможно. Ну, если вы так оцениваете, значит, возможно, потому что, ну, на мой взгляд, мне кажется, я что-то недоделала в семье, ну, не до конца сделала все то, что хотелось бы в церкви. Вот. Насколько возможно, невозможно, ну, ты просто живешь и живешь, и, ну, я не знаю, нет определенных каких-то схем или такого понимания, что я что-то должна делать. Просто ты просыпаешься, живешь, делаешь. Ты, ну, ты мама, ты жена, ты пастор, и, ну, и все как само собой разумеющееся. Ну, а это вот параллельные такие прямые? Церковь, семья? Или они все-таки пересекаются? Вот, вот есть моменты, когда пересекаются и, в принципе... Какие-то две параллельные есть прямые, не пересекаются. Ну, на мой взгляд, конечно, это, мне кажется, что это одно целое. Я думаю, что когда Бог конкретно планировал нашу семью, да, Он именно и планировал, что это будет и церковь, и, ну, воспитание детей, и все в целом, и наши взаимоотношения, все в целом. Потому что, я не знаю, как бы я, ну, без церкви, без такого понятия, как вот, ну, как Бог что-то строила. Ну, на мой взгляд, это вот в таком случае невозможно. Вот, ну, в моем случае это возможно, потому что моя жизнь, она посвящена Богу, а все остальное, я думаю, вся, ну, ну, все приходит от него, все решения приходят от него, все выборы приходят от него, а ну-ка. Ну, 20 лет назад мы уже были вместе два года, да, то есть, и люди, идущие за вами, вот, там, 50 человек, или кто-то, ну, там, 50, ну, плюс-минус, да, да. Ну, возьмем. Чувствовали ли ответственность на себе за этих людей, или это было, ну, то есть, вы до этого были в служении, и это, как бы, было, ну, логичное продолжение служения? Ну, знаешь, я не могу сказать, что я прям такую, какую-то серьезность придавал этому моменту в то время, да. Сегодня, оборачиваясь назад, наверное, я скажу, ну, да, конечно, это было ответственно, потому что все-таки сам выход, само решение, основание церкви, оно, оно, ну, в тех, скажем, представлениях о создании церкви, но это было все неправильно, да. Многие бы сказали, что так нельзя делать, и, конечно, это, у этого могли бы быть последствия, потому что я видел, когда люди на такие подобные поступки, ну, может быть, они в форме похожи, да, по содержанию, может, они были другими. Я наблюдаю, что, ну, разваливается. И, конечно, когда ты людей, которым ты служил, вкладывал, и у них жизнь как-то начала выстраиваться, и вдруг ты их затащил во что-то такое, у чего нет будущего, ну, конечно, могли быть очень печальные результаты и трагичные. Но вот сейчас вот я понимаю, ну, как мы рисковали, как мы это, и как рисковали те люди, которые пошли за нами. Ну, еще вот такой, смотри, нюанс есть, немножко возвращаясь о том, что ты даже не думаешь в сторону, что рядом с тобой, кроме Маргариты Николаевны. То есть ты веришь, ну, в судьбу, в предназначение именно двух людей, которых Бог сводит, ну, вот конкретно. Вот этот человек создан для этого. То есть нужно, ну, я не люблю эту фразу по ловинке, ну, то есть все равно мы же целостные личности, да. И вот два человека, тем более, ну, будем честны, там, Маргарита, она была уже тогда в статусе в таком служителе, ее знали, да. И вот ты веришь в это, в то, что каждый, есть человек, который предназначен для конкретного человека? Ну, я в это и верю, да, я это признаю, да, такой, ну, как подход к этому вопросу. Но также я и признаю, что это не единственное, что строит вот эти отношения. Может быть, человек быть подходящим, да, или как вот ты взял это слово, половинки, да, но, наверное, они очень хорошо объясняют в том смысле, что когда ты разрезал яблоко и разложил их в четыре части, там, в несколько яблок, и потом ты будешь их соединять, то, понятно, некоторые подойдут, а некоторые не подойдут. И в этом смысле я верю так, что Бог предопределяет какие-то моменты для нашей жизни, но человек принимает решение. И из-за того, что даже мы предопределены друг для друга, все равно необходим труд и каждодневные какие-то порой принимать решения в жизни. Потому что путешествие с Богом в вопросе семьи, это не значит, что, о, он от Бога, она от Бога, все, теперь у них будет лов такой, ну, на всю жизнь вечный. Конечно, это будут времена, когда все-таки это две личности, и которые по-разному могут реагировать на разные ситуации. Плюс соединиться с человеком, которого тебе предназначил Бог, это не значит, что он идеально тебе подходит, и ты идеально подходишь ему. Есть какой-то внутренний магнит притяжения, который определяет, что ты понимаешь, что по-другому нельзя. Но при этом ты ощущаешь, что очень многие вещи будут меняться в твоей жизни. Ты сказала, что есть моменты, которые мне бы хотелось изменить. Вот интересно, вот что бы ты изменила в семье, если вот отмотать 22 года назад, или в церкви, или в семье? Я не знаю, насколько бы это было возможно вообще находиться, допустим, больше со своими детьми, потому что сейчас иногда они начинают где-то, ну, включая какие-то манипуляционные какие-то такие свои рычаги, они говорят, ну что, вот это потому что там тебя не было, ты там, вы все время в разъездах были. Не то что, ну, где-то в форме шутки, но я понимаю, что на подсознание это где-то у них, ну, отложилось. Вот, потом я думаю все-таки, что мне нужно было, было ближе быть с Машей. Вот, не знаю, насколько бы это, ну, помогло, или не помогло, но, по крайней мере, я думаю, что если бы тогда, когда она была совсем маленькая, я была всегда рядом, было бы, ну, по-другому. Хотя я не могу сказать, что я упустила дочь, или что у меня какие-то проблемы с дочерью. Она в церкви, она служит, она в прославлении, она поклонница, но именно вот этот момент моей коммуникации с ней, да, ну, я думаю, что, наверное, можно было бы быть подругами такими загадычными, чтобы друг другу все рассказывать. Ну, может, мы просто по сути обе такие, что, ну, как я со своими родителями, не могла всем абсолютно поделиться, да, думала, что они меня где-то в чем-то не поймут. Может быть, ну, это все-таки проблема отцов детей, ну, больше вот так. Ну, а что бы в церкви изменило? Не знаю даже, ну, это можно касаться разных сфер. Где-то бы, может быть, я не упустила такое, ну, такое служение, как поклонение, прославление, да. Может быть, больше бы туда сердце вложить. Может быть, ну, сейчас можно говорить, очень много может быть, да. Вот. Может быть, ну, кого-то, ну, все-таки ближе бы держала рядом с собой, была бы больше рядом. Хотя, ну, я и так, по мере своих сил, я старалась, ну, насколько могла. Ну, да, это может быть просто личные твои переживания, но на самом деле все было идеально, да, в глазах. Да, я просто, наверное, ну, и так все как бы старалась по максимуму. Нет, это даже не обсуждается, это даже, это сто процентов. И люди, и люди со стороны, глядя, могли бы сказать, да вы что, Рита, да все настолько, да, это просто личные, может быть, да, какие-то, ну, честные и искренние. Не очень, ну, мне как бы очень сложно. Я так, ну, часто размышляю, что у меня не хватает времени охватить большее количество людей, да, там, например, ну, новые знакомства, каких-то, ну, может быть, приблизить каких-то новых людей, вот, ну, в которых, может быть, тоже вложить частичку своего сердца. Может быть, бы, ну, это как-то помогло бы сформировать у них понимание служения, иначе, да, может быть, это какой-то, в какой-то огонь вложить, какой, ну, какой вот в моем сердце был, может быть, в этом была бы большая продуктивность. Ну, в общем, ну, честно говоря, я не знаю, да, но, ну, это вот, мне кажется, что вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом. Да, шествоваться, это вот твоя суть, всегда быть боль, ну, лучше сделать больше, чем ты можешь. Поэтому это вот, это одна из твоих особенностей, наверное, она и привела вот и к тому, что брак крепкий, хороший брак, да, 22 года, и церковь такая хорошая, многие смотрят и завидуют. Это вот это знаменитое пророчество, где вы на сцене, и вообще-то же, мне кажется, ты знаешь, кто это пророчество? Да, я вот их имен даже не помню, да. Пророчество мощное, да? Да, но это первое знакомство с пророческим служением. Сын и дочь, вы здесь не случайно. Но рука Божия привела вас к этому часу. И даже большая ответственность возложена на вас в этом доме. Были те люди, которые говорили, что этот брак, он никогда не состоится. Но когда вы в своем сердце решили, что будете служить Богу вместе, я буду строить ваш дом. И когда ты будешь вставать перед людьми, чтобы говорить Слово Божие, из твоего сердца будут выходить слова, которые ты не готовил специально. Это не новость для тебя, но это подтверждение твоему собственному духу. Сын, я говорю тебе в этот вечер, я говорю, что я оживлю то Слово, которое я вложил тебе в сердце. Это будет как огонь, который дойдет до самых костей твоих. Будет продвижение вперед от Господа. Потому что Он даст вам новое помазание. И там Он говорит эту фразу, что многие люди были против этого брака. Ну, примерно фразу, сейчас дословно не вспомню. И мы знаем, что там были определенные трудности перед тем, как... Как вот это выстраивалось, ты можешь рассказать? Ну, то есть, вот почему, то есть, ну, были же советы, что вам не надо быть вместе, да, но вот, несмотря на это, вы все равно шли к своей цели, достигли. И сегодня, там, оборачившись назад, мы понимаем, что это реально был брак, который от Бога, там, семья от Бога, и мы видим сегодня плоды. Но в тот момент, что ты испытывал лично? Ну, наверное, понимаешь, вообще все наши, так скажем, отношения, они стали завязываться... Отношения с Ритой. С Ритой, да. Меня можно назвать было еще в какой-то мере младенцем, да. Я, честно, я в те годы, я еще совсем не понимал вообще понятия, что такое семья. И, наверное, Рита, она более зрелый человек в этом смысле духовно, и лидер, и плюс у нее была хорошая практика жизни в семье пасторов, да. Она служила в Канске несколько лет, жила прям в семье рядом, служила детям, в семье, там, ну, короче, многое. И она могла видеть пример. Я вообще, у меня толком моей, ну, нашей семьи не было, да, я не знал, что такое папа, как отношения между папой и мамой. И поэтому меня в тот период времени вообще это все, ну, немножко пугало, потому что, ну, справлюсь я или не справлюсь. Я просто понимал, что мне хочется быть с Богом, мне хочется служить Богу, да. И я понимал, что, ну, наши отношения, они... Ну, у нас есть что-то, да, такое, что нас притягивает друг к другу. Ну, вот это вот моя внутренняя неготовность, это я сейчас могу. Тогда я просто, ну, не знаю, как шарик летал, ну, воздушный, меня вот просто куда-то носило. И, наверное, вот это вот мое состояние для многих людей, оно, наверное, вызывало, ну, такой вопрос, что, может, не надо, может, вы не подходите. И, конечно, когда ты сталкиваешься с первыми какими-то сложностями, а ты еще младенец, там, да, на что-то вы смотрите по-разному. Это сейчас я могу объяснить семейной паре, что смотреть по-разному на одно и то же – это нормально. Но в то время такое было, такая ложь или религия, я даже не знаю, как это, какое правильное определение дать, что, ну, христиане должны одинаково смотреть. Ну, вот как муж и жена, если вы от Бога, то вы, между вами не может быть споров, не может быть разных мнений, вы настолько едины во всем. И, конечно, вот эти вот шаблонные такие религиозные вещи, они создавали, что, ну, мы настолько неподходящие друг к другу люди, что люди могли нам советы какие-то давать со стороны. А так как ты младенец, ты еще сам мало в этом разбираешься, то ты такой, ну, наверное, этот же человек прав. Наверное, этот же человек прав. Плюс, скажем, ну, такого примера семьи, ну, наше служение с чего начиналось? У нас все ребики были бессемейные, либо приходили с семьями из мира, да, там, где тоже все там. Скажем, пастор церкви, да, на тот момент, да, Владимир, ну, не было семьи. Какие-то люди там в церкви, с которой, может быть, у нас близких отношений, ну, вообще лидерский состав практически, многие были без семьи, да, еще тогда. Поэтому даже вот так вот, по большому счету, ну, как-то вот разобраться в этом, ну, было сложновато. Поэтому, наверное, вот такое вот вокруг нас обрастало, потому что мы такие люди публичные были и яркие лидеры по-своему, да, и, конечно, там, вокруг этого было много всякого беспокойства. Ну, смотри, а что точкой стало, допустим, в твердом принятии решения, что, ну, все, мы там, 25 марта создаем семью? Ну, знаешь, как, у меня же был такой период, я и в Кемерово уезжал на миссию, и из служения уходил на определенную... И это не помню про служение, а вот помню, что в Кемерово уезжал на миссию, да. И вот это время, когда мы не виделись, когда мы не общались, когда мы, ну, у нас был такой перерыв, момент, да, и ты в это время, ну, вот я именно в это время был, ну, искал Бога, да, очень... Я всегда молился об этом, всегда... И я понимал, что вот пришел такой для меня личный момент, да, что я понимаю, что я не вижу себя без Риты, и мне плохо без нее, да, и особенно сейчас я эти вещи еще более острее чувствую, да, я очень благодарен Богу, что вот через годы, вот тогда я принял тогда правильное решение в своей жизни, потому что вот сейчас, когда она есть, это не значит, что у нас идиллия во всем, а мы такие два лидера, которые создаем друг другу очень часто конфликт, но благодаря этому конфликту рождается что-то хорошее. Не все это понимают со стороны, они думают, что это... Потому что у нас нет предъявы друг другу с точки зрения, как кто выглядит, как кто готовит или не готовит, там, ну, нет таких бытовых, скажем, серьезных каких-то... У нас все, что у нас происходит, это все вокруг служения, вокруг церкви. И ее, например, нет, вот она сейчас месяц ездила там на одной конференции, потом у нее женская, потом... И я прям, ну, я как не свой, то есть я... Меня как будто вот, ну, меня нету. Такое ощущение, что я неполноценен без Риты, без ее вот присутствия просто в доме, без того, что вот мы вместе что-то делаем. Поэтому вот и тогда такой момент у меня тоже был. То есть я это вот сейчас вот, если вот вспомнить, это соединить все вместе, я просто, ну, я не представлял, что я могу, как я могу жить без нее. Хотя мы еще не жили вместе, но вот само вот это чувство, оно какое-то такое было очень яркое, очень сильное. У вас была потрясающая свадьба, там, 200 с лишним человеком, там, в столовой медпрепаратов, по-моему, это было очень круто. Но, будем честными, да, там, 80% людей, наверное, они пришли на свадьбу Крити, да, потому что она была уже состоявшийся лидер. Ты в тот момент такой, как ни крути, но в тени немного. Сегодня, ну, блин, ну, ты апостол, ты епископ, то есть ты реально, ну, так будем светским языком говорить, ты бренд сегодня. Как так получилось, да, ну, 20 лет небольшой, в принципе, такой срок, что, ну, то есть, это ее заслуга, да, или это все-таки ты, ну, настолько харизматичный человек, что ты смог, как бы, вот, ну, и стать локомотивом, ну, то есть, в служении, в семье, вообще, там, ну, вот, в обществе, то есть, как это произошло? Ну, я думаю, все, ну, я же не перебуду, так же все нормально, да, конечно. Знаешь, я думаю, что здесь и то, и то было. И, конечно же, ритинные действия определенные, ну, плюс, когда семья организовалась, все-таки появляться стали дети, и хочешь не хочешь, мама, она все равно ближе к детям и часто привязана к детям, хотя мы старались этим вообще себя никогда, ну, не ограничивать, что вот у нас дети, и мы теперь типа Богу не служим. Конечно, это ее внутреннее решение, но, с другой стороны, если просто она бы решила, что она меня пропускает вперед, но я бы с этим ничего бы не делал, то, наверное, бы тоже бы не было того, что есть на сегодняшний день. Поэтому мне нравится такой принцип двух весел, да. Я не люблю вообще искать что-то одно уникальное, потому что, ну, нет одного универсального ключика, как у Буратино, да. Где-то вот есть дверца, а у меня вот ключик такой. Писание говорит, что есть ключи царства. Поэтому, конечно, с одной стороны, если бы Рита не смирилась в каких-то вещах, не уступила бы в чем-то и не отошла бы, не сделала бы несколько шагов назад в каких-то позициях, а я бы в эту позицию бы не занял и не стал бы развиваться и взгревать тот дар, который во мне, да, Богом вложен, то, наверное, бы того бы и не было сейчас. Поэтому, если бы я бы только пер вперед, а Рита бы не уступила, то тоже было бы, может быть, я бы и развился, но не знаю, что бы от нашей семьи могло остаться в таком случае. Потому что мы два реально таких серьезных лидера по характеру, что нам трудно, вот я, например, если я знаю, что мне что-то сказал Бог, я не уступлю. Вот я могу уступить что-то, что я не понимаю, в чем я не одарен. Мне легко это делать, то есть мне легко много шагов назад отойти, сказать, ребят, вы лучше это знаете, я уступаю. Но когда мне что-то говорит Бог, я буду стоять твердо на этом и непоколебимо. И Рита такая же, да. И вот когда такие вещи бы происходили, если бы она не уступала бы, я бы не шел, наверное, того бы не было сейчас. То, как мы пришли к нашему, к нашему взаимоотношениям и к браку, это, ну, в некотором роде, конечно, там были всякие и проблемные моменты, и все, но то, что в мое сердце точно Бог вложил, ну, насчет Сергея, не то, чтобы он там будет моим мужем или там еще как-то, но он какие-то некоторые качества, именно глубокие качества, которые ценит в нем Бог, да, вот эти качества, они стали мне очень дороги. То есть, ну, это стало для меня такой вожделенной землей, когда у меня, ну, скажем, отношения с ним не получались, да, и я Богу говорила о том, что как бы я хотела, каким бы я хотела видеть своего мужа, я говорила, может быть, Господь – это человек совершенно другой внешности, да, я, ну, с этим абсолютно соглашусь, потому что у меня нет вот критерия, ну, такого, что вот это мой человек, глазки, носик и губки такие, как я хочу, а, допустим, точно так же там я, может быть, где-то, ну, как-то в человеческом характере, ну, там, не видела тех качеств, которые бы я хотела видеть, но я видела сумасшедшее сердце по Христу, и я видела сумасшедшую жажду по Христу, и, наверное, это было самое главное, я сказала, ну, вот я хочу, чтобы мой будущий муж, он был таким же безумцем Христа ради, как, ну, вот Сергей Синокосов, ну, вот это, скажем, единственное было как. Да, ваши отношения, вот я слушаю сейчас тебя, да, и еще раз убеждаюсь, что есть человеческие убеждения, человеческий фактор, а есть божественный план, да, и если Господь не созидит дома, да, то напрасно, и вот это вот ваша уникальность вообще, и Сергей, и твоя слышать Бога во всем, и я думаю, что вот кто нас сейчас слышит, слушает, смотрит, и кто хочет построить семью, насколько важно слышать Бога, слышать вот именно, тем более в строительстве семьи. Да я думаю, в этом отношении 100% самое главное – это Бога услышать, а все остальное. Да, это потрясающе, как вот наперекор, получается, вопреки каким-то человеческим размышлениям, да, вот Бог, он наоборот строил, да, и вопреки стереотипам. И вот одним из стереотипов было то, что Сергей в какой-то момент был, ты была, как сказать, начальник, лидер, наставник для Сергея, да, и вот этот вот стереотип, когда должно быть наоборот мужчина, вот как, когда он, мужчина, да, он находится в твоем подчинении, вот интересно вот этот момент, как ты его проходила, как ты переживала? Ну, я думаю, что это понимание, когда, ну, то есть смена, смена декорации произошла тогда, когда мы стали пасторами, то есть вот, когда мы, ну, служили в реабилитационном центре, там, ну, там бы, ну, было так, да, там, то, что я лидер, то есть никто ничего не менял, естественно, его бы никто не воспринял, потому что, ну, там уже устоявшиеся такие позиции, да, вот, и там кому-то нравится, кому-то не нравится, это понятно было. Но когда мы стали церковью, когда мы стали церковью, да, я как-то, ну, может быть, не с первого момента, потому что вначале у нас было столько проблем вообще, мы столько раз, собирая людей на лидерские наши там заседания, да, там, или на лидерское общение, мы просто уходили разруганно, и всегда такая классика жанра была вообще, если лидерское, то мы обязательно на лидерском разругаемся и ведем с нерешенными вопросами. Потом все-таки, ну, мне придется смириться и подчиниться тому, либо, ну, либо он там подстроится под меня, ну, как-то это было так настолько коряво, и, ну, понятное дело, что не божественно, потому что Бог сто процентов так не хотел, и видеть нашу наготу людям это не надо было. И, в общем, в какой-то момент я поняла, сначала я поняла, что, может быть, мне просто оставаться дома в то время, когда он собирает людей и говорит, ну, чтобы не противопоставлять свое мнение или свое понимание чего-то его мнению, то есть, чтобы его авторитет не ронять. Но потом, ну, потом, ну, по прошествии какого-то времени я поняла, что это на самом деле более выгодная для меня позиция, потому что, ну, во-первых, слово Божие так говорит, во-вторых, я понимала, что я, ну, сто процентов не оказываю этим почтения и уважения ему. Вот, я начала, ну, как бы, смотреть иначе на многие вещи. Ну, хотя, конечно, все равно у нас до сих пор происходит так, что мы можем поругаться, поспорить, но мы, ну, поспорить, да, там, ругаться мы не ругаемся, поспорить. Но у меня уже есть в сердце в моем позиция, да, что он пастор, я прислушиваюсь, в любом случае я подчинюсь, в любом случае, ну, его мнение авторитетнее моего мнения. То есть это все равно, ну, какое-то время надо было для того, чтобы, ну, вот эта вот какая-то реформация произошла в моем сердце, потому что командовать хотелось. Любой человек, который, ну, имеет власть, да, ему очень сложно с этим расставаться, вот, и поэтому там, ну, там много было всяких, ну, моментов. И я просто поняла, что я не смогу, ну, просто я не смогу его уважать, если я не подчиню себя ему. Смотри, ты уже обмолвился об этом, что у тебя не было, ну, как это, модели семьи, то есть, понятно, что там из 90-х это все... Практически все так жили, да, единицам повезло. И сейчас это самая главная отмазка у молодежи, ну, которые создают брак, что типа, что вы хотите от меня, у меня не было никогда передо мной там ни отца, ни чего. Вот как ты смог, ты хороший папа, прекрасный муж, допустим, да, и ты все реально успеваешь, и пастор ты, и все. Как у тебя это получилось, не видя модели? Что можно стать людям, которые сейчас пытаются отмазаться этим? Ну, во-первых, с Богом, конечно, нельзя вообще становиться адвокатом дьявола. Все наши отговорки, что у нас чего-то нет, и поэтому мы чего-то не можем, но это, конечно, мы сразу встаем на позицию врага и говорим, ну, враг сильнее, чем Бог. И, к сожалению, не осознавая, мы отстаиваем ложные какие-то вещи, а не живем в истине. Для нас есть пример папа-отец, у нас есть прекрасный пример Иисуса как жениха. Да, он не является в данной позиции, если говорить о Библии, да, о Слове Божьем, он не является сегодня так называемым, еще брака этого не наступило, да, потому что все библейские такие пророчества об этих последних временах, о том, что произойдет, это будет брак Агнца и церкви невесты Христа. Да, но какими-то словами библейские герои, которых очень много в Библии, мы можем уже даже от них черпать. Плюс, ну, слава Богу, сейчас доступно очень много книг на данные темы. Да, если тебе не повезло, давайте представим, ну, не повезло, родители не учили меня алгебре, но мы же идем в школу, учимся математике. И мы не, может быть, наши родители не учили нас писать, но если мы пошли в школу, нас кто-то может научить писать. Поэтому отговорки здесь не помогают, здесь вопрос желания. Если я хочу в чем-то развиться, плюс тело Христова, церковь, ну, давай скажем, например, ну, у нашей церкви достаточно хороших примеров семей, которые тоже проходили свои какие-то боли, препятствия, там, много на что можно было бы, ну, смотреть и сказать, ну, у меня тоже не было ни примеров, там, ничего, но, однако, конечно, эти пары семейные смогли построить хорошую культуру внутри своей семьи, передать воспитание детям, да, заложить правильные такие ценности. Поэтому, ну, отговорки здесь не помогут, здесь вопрос желания, и, в принципе, сегодня есть у кого учиться. Но смотри, почему тогда больше сейчас разводов, чем раньше было, как думаешь? Ну, опять же, твое субъективное. Ну, давай скажем, что разводы сегодня все-таки наступают в семьях чаще те, которые уже прожили определенный период времени вместе, да, это уже, ну, не десяток даже порой лет. Конечно, каждый брак проходит своего рода кризисы, как кризис отношений между друг другом, так и внутренние кризисы. Когда мужчина, который был влюблен в Бога, да, осознал свое призвание, осознал смысл жизни, и он начинает с нуля, и он начинает, ну, двигаться, и как-то прям горит всем сердцем, там, что-то создать. Девушка, в свою очередь, то же самое. И у них появляются дети, и там создают семью, у них появляются дети, они горят чем-то. То со временем, когда быт устраивается, и вот эти вот психологические возрасты приходят, да, там, средний возраст, там, рождение ребенка. Представь, ну, а многие же пережили и кризисы. Какого кризиса? Кризис экономический, кризис каких-то там, скажем, может быть, верил во что-то, что-то не получилось, не срослось. Человек начинает уходить в себя, человек начинает замыкаться в себе. И каждая вот эта вот внутренняя неудовлетворенность, она на кого выливается? Она выливается на свою половинку, на тех, кто в доме. И вот если вот в этом периоде жизни человек не ищет вот этого честного диалога с Богом или с кем-то из людей, он начинает постепенно, ведь все браки, если вот посмотреть, которые развелись, большинство из них, они в определенный период времени прекратили общение с церковной, ну, с людьми церкви. А, ну как, у них, может быть, есть общение с людьми церкви, но у них нет сердечного общения. Когда ты приходишь и говоришь, да у меня все, жесть полная. У меня такая пустота внутри, у меня так внутренне плохо, и мне, я не знаю, кому это вылить, всю эту помойку своей жизни. И я, зная те браки, которые, скажем, вот у нас, у нас, перед нашими глазами, я скажу, я как пастор, ну, потому что я такая, скажем, как, как же это сказать, у края пропасти уже стою, последняя инстанция, да. Да, ко мне эти семейные пары не приходили, вот с этим. То есть, и если ко мне не приходили, ну, как последняя инстанция, внутри которой можно было бы что-то решить, ну, говорит о том, что люди где-то в какой-то период времени просто вот зарылись во всем этом. Поэтому, ну, для меня это как естественный процесс. К сожалению, это что-то неизбежное. Потому что люди – это люди. И я никого не хочу ни в чем обвинять, но человеческий фактор, он, ну, семья – это вообще риск, на что пошло. Ну, получается, что, то есть, вот люди жили, ну, там, вот, и обречены, или, или, там, ну, или это их ошибка, или они что-то не то делали, или… Ну, вот вы же не развелись, хотя же, ну, наверняка, было. Ну, часто были крики об этом, были какие-то слова звучали, там, давай разведемся, уходи, там, давай это. Один мудрый человек сказал так, успех – это сумма принятых решений, неуспех – это тоже сумма принятых решений. Вот, например, у человека в семье проблемы, или со здоровьем, или с деньгами. Он думает, буду молиться Богу, и Бог все сделает. Но как Бог это делает? Он, он же, если я о чем-то прошу его, он хочет меня побудить на что-то, чтобы я в чем-то рискнул и что-то сделал. Если он меня, например, в молитве начинает обличать о моем неправильном поведении, говорит, иди попроси прощения. А я в угоду того, что как это я так смелый человек, мужчина перед женщиной должен что-то, или перед детьми просить прощения. Пропустил. Пропустил еще раз. Потом уже и не молюсь, потому что постоянно все, что он не говорит в молитве, это, ну, против меня как будто ощущение. И вот представь, одно решение пропустил, второе, третье, а там уже есть такая подмена совести. Ценности меняются, и ты вдруг начинаешь смотреть, так а что, и так можно жить, можно и спать в разных комнатах, и не общаться. И у каждого свои какие-то хобби найти, занятия, круг общения. И люди постепенно, они вот, понимаешь, кто-то однажды сказал, что враг ходит, как рыкающий лев. То есть вот лев, который идет на охоту, он начинает рыкать, создавать вот этот рык за много-много километров до того, где находится сама жертва его. И так рычит, чтобы жертва привыкла, что он еще далеко, а он потом внезапно нападает. И вот такое состояние, когда-то мы это слышим издалека, а потом это уже близко, а мы уже ничего с этим сделать не можем. Я думаю, что вот все-таки весь момент находится в ответственности каждого. Да, ведь, ну смотри, если вот копнуть еще глубже чуть-чуть, да, понятно, что у нас здесь не учение о семье, но если вот эту тему все-таки копнуть, то есть брак между слабым и слабым, сильным и слабым, и сильным и сильным. Слабый – это тот, кто все время перекладывает ответственность на других. Это не я, это она, это не я, это он. И сильный и слабый – это всегда один кем-то пользуется, а другой все время торчит, ну, гайфует в кавычках, да. Потому что один пашет и все исправляет, а другой все время, ну, что, жертва такая. Ну, а что, вот мне не повезло в жизни, там, вот у меня не было примеров, там, и все такое. И, ну, сильные два человека – это когда два берут ответственность за себя, за свои слова, за свои последствия, за свои поступки. И вот если брак, он может создаться из двух слабых, если брак не вдруг два этих человека не станут внутри сильными, а это значит просто, просто не будут брать ответственность за себя, то их будет колбасить всю свою жизнь. И рано или поздно просто у одного урагана не получилось, у шторма у другого не получилось, а вот смерч какой-нибудь прилетел, бамы разбило. Поэтому, ну, когда два сильных человека, они берут ответственность за себя, то тогда он говорит, слушай, такая проблема-то во мне, а где я ее решу? И он берет ответственность пойти поговорить с пастором или со специалистом семейным, или с мужиками взять и вылить сердце свое, сказать, я каюсь, у меня там вот это не так, вот это. Ну, то есть здесь вот в этой плоскости где-то находится проблема.